Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Хоц, и сейчас настало время поговорить о том, с чего всё начиналось. В этой серии роликов я впервые не буду приводить какие-либо аргументы и доказательства, чтобы не засорять повествования и не напрягать вас. Если появятся какие-нибудь вопросы, то смело пишите их в комментариях, я буду отвечать на них или письменно, или устно. Империя Оракен. Некогда великое могущественное цивилизация в настоящем леждым к истории. Событые технологии, золотые башни и хруины, наполненные заражёнными, изменённые до неузнаваемости планеты. Это всё, что напоминает нам об лом могуществе Золотой Империи. Однако есть ещё кое-что. Воины, получившие невиданную силу вследствие ошибки Оракен. После падения богов они впали в сон, но сейчас не об этом. Давайте начнём с истоков. Начало истории, как ни странно, положила война между разумными машинами и людьми. Неизвестно, сколько она длилась и с чего началась, но с тех времён до нас дошли лишь 7 постулатов, 2 протоброни и загрязнённая земля. После войны с разумными машинами, через какое-то время формируются зачатки Империи Оракен. Со временем она растёт и развивается. Технологии, наука. Всего этого тогда было недостаточно для становления Великой Империей. Первые жители сначала изучали всё наблюдая. Примером тому стало бездна, развитие галактик, космологические модели эволюции. Однако после вступления в новую эру исследования космоса, стало возможным изучать всё это вблизи. Вы наверняка знаете, что всё, что нас окружает, всё, что мы видим, находится в нашем физическом мире. А границами является изначальная система на данный момент. Так было и тогда. Однако существует ещё и одно пространство, скрытое от людских глаз. Бездна. Это поистине мистическое пространство. В каком-то смысле оно находится вне нашей Вселенной. Бездна окутывает и пронизывает всё, и там, где она проникает, появляются разломы, из которых сочится её энергия. Неизвестно, кто первый получил силу бездны, однако мы знаем наверняка. Это было ещё до Империи Оракен. Они создали прото-броню, чтобы контролировать новоприобретённую силу. Мы знаем их как прото-экскалибр и прото-никс. Империя не возникла за один день. Она росла и развивалась, как другая любая цивилизация. Так и Империя Оракен насчитывает 4 эры развития. Развитие цивилизации предположительно началось в Лид-эру, продолжилось Мезо- и Нео-эру и закончилось на Акси-эре. В эту же эру Империя Оракен и пала. Оракен построили свою Империю на культуре искусства, технологии, архитектуры, истории и семи постулатах. Именно их история не сохранила полностью и на данный момент нам удалось найти информацию лишь об одном из них. Он содержит в себе запрет на создание машин с собственным неограниченным интеллектом. Однако Империя держалась не только на семи постулатах. В неё присутствовала и своя ранговая система. Оракен были наивысшей расой. Для них было превыше всего разнообразие, симметрия, идеал. Также от всех других рас их отличали золотые глаза. В касту Оракен входили непосредственно Совет Семерых, Совет Исполнителей и Архимедианы. Чтобы контролировать огромную Империю, Оракен были вынуждены придумать какой-нибудь рычаг давления, который бы позволил им подавить восстание. Таким рычагом стал Дефект. Так как биоинженерия в Империи была развита как никогда, заложить Дефект в Геннокод не состояло большого труда. Так и появились новые расы, населявшие Империю. Начнём с верхов. Класс Тектарус были превосходными пилотами огромных космических кораблей. Только у них была возможность отдавать приказы Цефалону корабля. Однако на данный момент их Дефект неизвестен. Дакс. Верные воины и защитники Оракен. И долгий срок жизни, заложенный генетически, позволял им оттачивать своё мастерство до абсурдного совершенства. Однако у них был Дефект. Дакс не могли атаковать владельцев Кувы и Скибитра. В символовласти Оракен. Юван. Дети выращены как новые оболочки для Оракен. Переход из старого и дряхлого тела в новое и молодое обеспечивала Кува. Для этого был создан специальный театр Юван, где происходил Континуент. То есть переход из одного тела в другое. Таким образом, Оракен становились в каком-то смысле бессмертными. Лористы. Лекари Оракен. Они были созданы, чтобы излечивать раны воинов и самих золотых богов. Лористы были оснащены устройством лоры, что позволяло залечивать раны и чувствовать каждого своего на поле боя. К слову, также существовали боевые и небоевые лористы. Последние использовались в случаях вспышек и эпидемий. Хранители. Войны Тенна, которые следуют собственному кодексу. При помощи силы бездны они контролируют варфреймов, что позволяет им сражаться без усталости. О них мы поговорим чутка позже. Дальше идут различные командиры, сержанты и солдаты, о которых нам мало что известно. После всех их следует Гренир. Клоны, имеющие простой генетический код. Их дефект заключается в быстром старении и низком интеллекте, что позволяло Оракен использовать их как простых чернорабочих. И ведь в будущем именно они станут одной из больших укроз Солнечной системы. Число 7 идет одним из главных лейтмотивов Империи. Существовало 7 постулатов, упомянутых ранее. Империей Оракен управлял Совет Семерых. Испытания, после прохождения которых можно было стать одним из Оракен, названы 7 принципов. Идут ли эти все вещи от 7 постулатов, на которых была основана Империя, неизвестно. Однако такие совпадения не кажутся случайными. Что ж, вот мы и подошли к самому интересному. Бездна. Я уже упоминал то мистическое пространство ранее, но теперь разберемся с ним полностью. Бездна пронизывает все сущее, являясь неким подпространством нашего реального обычного физического мира. С ее помощью, словно через кротовые норы, можно путешествовать на большие расстояния, используя солнечные монорельсы. Но можно попасть непосредственно и в саму бездну, где законы физики уже не имеют никакой власти. А самим пространством управляет неведомая сила, которая зародилась еще до начала времен. Оракен изучали это пространство с самого своего появления, сначала издалека, комментируя и наблюдая, а затем и в новую эпоху следования космоса. В те времена Оракен смогли позволить себе отправлять башню в бездну для ее изучения непосредственно вблизи. Там они и находятся по сей день. Инцидент за реманом заставил задуматься о том, что в ней что-то может обитать. Но пока что это только предположение. Про само происшествие мы поговорим чуть позже. Ранее упомянутые башни Оракен, которые находятся в бездне, иногда выкидывают в обычное пространство из-за заражения на борту корабля. Предположительно, именно из-за пакубного воздействия энергии без анатихноцид, вирус и выкидывает подконтрольные ему башни в обычную вселенную, для того, чтобы сберечь себя. Сами башни на своем борту имеют на высшую защиту, состоящую из одного нейронного стража и множества лазерных ловушек и турелей. Нейронный страж башни способен захватывать незваных гостей, чтобы превращать их в своих собственных солдат. Продолжая тему бездны, нельзя не вспомнить печальное, но одновременно чуть ли не самое важное для сюжета происшествие. Дело корабля Зариман 10.0. Из-за того, что изначально системе угрожало уничтожение вследствие заражения и халатного отношения империи, Оракен решили найти новое местожительство. Такая система была найдена. Было решено колонизировать систему под именем Тау. Первыми колонизаторами выступили жители империи Оракен. Их разместили на военном корабле Зариман 10.0, и корабль с гражданскими на борту начал свою экспедицию. Для того, чтобы добраться до новой системы, было решено использовать короткий путь, сквозь мистическую бездну. Время полета сквозь нее что-то пошло не так, и корабль со всем экипажем пропал. Много лет спустя Зариман был снова замечен в Солнечной системе, однако на борту остались лишь дети. Энергия бездны повлияла на детей так, что те получили сверхчеловеческие способности. Оракен хотели казнить детей, которые несли огромную угрозу империи из-за новоприобретенной силы, но внезапное вмешательство Архимедиана Маргулис остановило их. Дело было закрыто, а все упоминания о происшествии были стерты из баз данных. Незадолго до вскрытия всех улик, стажа следователь Келлен, занимавшийся расследованием пропажи Заримана, попала на корабль. Именно она и обнаружила детей, нарушив при этом карантин и получив значительные ожоги. Выжившие дети Заримана получили новое имя – Тенна. Оракен стали изучать их способности, однако не спеша, фактически забросив детей в дальние углы своих лабораторий, которые, к слову, были подобны Моргу. Одна Маргулис пыталась помочь Тенна, пытаясь научить их контролировать свою силу. Это стоило ей зрения, но даже это не пошатнуло ее верой в детей с потерянного корабля. Лотос разработала прототип технологий, который позволял Тенна, словно погружаясь в сон, контролировать свои силы. После провального Заримана 10.0 попытки колонизировать систему Тау отложили в пыльный ящик. Причиной стала чрезвычайная опасность. Оракен не хотели лишний раз рисковать кем или чем-либо. Однако, Архимедиан Перентол предложил Совету Семерых, несмотря на угрозу казни, очень противоречивый, но действенный проект. Вопреки одному из семи постулатов, который гласил, что нельзя создавать машины с искусственным интеллектом, он предоставил Совету и двум исполнителям Оракен дрон от реформирования, которые были должны подготовить новую солнечную систему к пришествию Оракен. Это существо было размером с труку, имело симметричное и звездоподобное строение, и его тело состояло из матовой черной бесшовной поверхности. Ключевой способностью дрона являлась его саморегенерация и последующие улучшения. Это и продемонстрировал Перентол, показав работоспособность дрона самовосстанавливаться и улучшаться в зависимости от полученного урона. Однако, чтобы хотя бы как-то ограничить искусственный интеллект, было решено заложить в дрона очередной дефект. Им стала нетерпимость к энергии бездны. И дефект задумывался таким образом, чтобы при контакте дрона с бездной машина саморазрушалась. При огромной помощи и актерской грибалоса, Совет одобрил проект дронов. Было решено вновь попытаться колонизировать систему Тау, и вскоре дроны были успешно перенаправлены в систему. Однако, как всегда, что-то пошло не по плану. Разумные машины решили, что Оракен недостойны нового мира. Придя в новую систему, они погубят её так же, как и когда-то Землю. Их атака стала лишь вопросом времени. В архивах Оракен нет каких-либо сведений об успешном терраформировании системы Тау. Однако, факт остаётся фактом. Через какое-то время, отправленные дроны смогли вернуться через бездну. Вопреки своему дефекту, они не разрушились, а лишь были стерилизованы. Началась война под предводительством со стороны владеющих разумом Хунхау, которую мы знаем как Старую Войну. Тогда-то дроны и получили своё собственное имя, владеющий разумом. В то же время, Оракен не нравился, что Маргулис нянчится с демонами Заримана. Балас, возлюбленный Маргулис и Архимедиан Оракен, пытался уговорить её отказаться от детей. Он пытался уберечь её, ведь если она не отступится от своих слов, её ждёт казнь. Однако, Маргулис не отказался от детей, и её казнили. Ну или так все должны были думать. Для того, чтобы противостоять угрозе владеющих разумом, Оракен были вынуждены прибегнуть к не к механизмам, а к старым средствам, плоти и хвори. Они стали культивировать вирус техноцид на своих старых дальних колониях, а затем создали гельминта, гибриды, который мог создавать инфицированных воинов для великой армии золотых богов. Для первых опытов были отобраны добровольцы, которые, грубо говоря, были насильно инфицированы. Солдаты изменились, теперь они не были прежними, они стали заражёнными. Кожа подопытных постепенно переплавлялась в обуватный металл, а их органы переплетались, дав телу небывалую стойкость. Оракен казалось, что даже их разум был свободен, что его не заразило то безумие, которое ранее было присуще заражённым. Как же они ошибались? Этих созданий нарекли варфреймами, биотронами, способными сразить владеющих разумом. И казалось бы, вот оно, оружие против разумных машин. Однако, и эти создания восстали против Оракен. Очередной проект Архимедианов было решено похоронить. Вроде бы всё, варфреймов похоронили так же, как это получилось с Тенна, но один случай изменил всё, перевернув ход войны. После неудавшегося полевого испытания, эксперимент с техноцитом и варфреймами было решено свернуть и похоронить, как когда-то были похоронены исследования детей из Заримана. Когда одного из варфреймов пытались закрыть под замок, тот вырвался из лаборатории и начал крушить всё на своём пути. Разорванные тела, кровь и страх витал в воздухе. Двое учёных Архимедианов пытались спастись от вырвавшегося из клетки зверя. Они не знали, куда бегут. Рёв этого заражённого чудовища заставлял их бежать, не думая куда. Погоня закончилась в камере, похожей на морг. Камере, где держали тех самых с потерянного корабля. Тенна. Оба Архимедиана забежали в камеру, но зверь успел прошумгнуть за ними. И вот, он стоит в дверном проёме. Ещё секунда, и жизнь этих двоих покинула бы их тела, если бы не Тенна. При помощи своих сил, один из них взял под контроль этого монстра. Это чудо смогло случиться благодаря изобретённой технологии Маргулис, переносу. И именно этот момент и стал переломным в истории всей Империи. Как оказалось позже, Тенна видели варфреймов недейких зверей. Они видели в них лучше. Они научились оглядывать их разбитые и измученные души, и забирать их боль. Тенны были разумом, а варфреймы тела. Дуализм, который так нравился Оракен ещё с момента их зарождения, присутствовал и в этом с первого взгляда ужасном творении. Тенна и варфреймы стали воинами, которые были так необходимы в войне против владеющих разумом. Теперь-то инициатива в войне перешла в руки Оракен. Маргулис ухаживала за Тенна, пытаясь приручить их силы. Она запечатала воспоминания Эдиссея о происшествии на Заримане, заставила их забыть это. Тем самым, она запечатала сущность, которая жила в них. Демона Бездны. Сами дети называли его Человеком в Стене, и лишь один из них, Рэл, видел всю картину целиком. Этот Тенна был изгоем среди изгоев. Он был особенным. Ему было сложно выражать эмоции, для чего его мать создала для него специальные карточки. Во время того, как Рэл был на борту Заримана, он отделился от основной группы детей, решив находиться в одиночестве, чтобы разобраться во всем поподробнее. На этом адском корабле он понял, что Бездна – это настолько древняя сущность, что она зародилась и существовала еще до начала времен. После спасения детей Оракен и раскрытия ими их способностей, Рэл ушел в изгнание, чтобы разобраться во всем поподробнее. В конце концов, он был схвачен предшественниками Красной Вуали. Рэл прошел через ритуал, который соединил его с Форфреймом Хару. Как полагала Красная Вуаль, таким образом, Рэл будет сдерживать Демона Бездны. Балас и Маргулис любили друг друга, но, как это всегда случается, судьба не дала им быть вместе. Излишняя забота и опека Маргулис над Тенна заставила совет Оракен пойти на крайние меры. Они поставили Маргулис ультиматум. Или же она отрекается от детей, или же ее ждет казнь. Балас пытался отговорить свою возлюбленную, но у него ничего не вышло. В день казни Маргулис произносит свой монолог, в котором называет Оракен идеальными снаружи, но такими сгнившими внутри. Совет высказывает ей последнее предложение. Она все еще может отказаться от Тенна, и ее ждет милосердная смерть. В противном случае, ее наказание будет жестче. Маргулис не отступается от своих идеалов, говоря свои последние слова. «Мы дочери, мы сыновья. Я хочу, чтобы вы знали, мои последние мысли о вас». В итоге манипуляции Оракен, в частности Баласа, разум Маргулис ограничивают при помощи владеющей разумом дочери Хунхау, Наты. Так на свет появляется Лотос. Ее ставят куратором Тенна, а дети и не подозревают, кем является новоприбывшая Лотос. Как выясняется позже, Балас был в сговоре с владеющим разумом. Он даровал секрет варфреймов Хунхау, а тот взамен помог спасти его возлюбленную. В планы Хунхау входило уничтожение Империи изнутри. Он планировал, что при помощи Баласа, Ната внедрится в состав Империи и разрушит ее изнутри. Так, собственно, и вышло, однако Лотос, гибрид, который получился вследствие слияния разумов Маргулис и Наты, был больше подконтролем Маргулис и ее чувством к Тенна. Оракен, опьяненный многочисленными победами, не замечали, что владеющие разумом намеренно проигрывают войну. План Хунхау был приведен в исполнение и незачем было тратить дронов на бессмысленные стычки. Он выжидал лишь момента, когда сможет насладиться падением Империи. А пока что владеющие разумом отступили. Вскоре, по время парадов в честь победы над врагом, Лотос подняла восстание. И снова против Оракен восстали их собственные создания. Тенна вырезали верхушку, тем самым начав развал Империи. Гренир, чернорабочий Оракен, тут же подняли бунт, ведомый их королевами. Еще одной ошибкой Оракен. Империя развалилась на глазах, и Лотос оставалась лишь одну. Покончить с самым страшным оружием. Тенна и их ворфреймами. Вопреки плану, по большей части из-за влияния разума Маргулис, Лотос изменилась и поместила Тенна в Криосон. А сама отказалась от своего прошлого имени. Теперь она стала матерью этих детей. Тенны были под ее защитой, и детям за Имана теперь оставалось лишь ждать момента, когда изначально системе вновь потребуется помощь. Что ж, друзья, на этом я пока что остановлюсь. Как я уже и сказал, если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете оставлять их в комментариях. Если вам понравился ролик, то оцените его. Также, если вы еще не подписаны на канал, то советую подписаться. А на этом все. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok